Сайт www.iton.tv.com. Русское телевидение Израиля представляет. Добрый день, дорогие друзья. Вы на телеканале Iton TV. Меня зовут Александр Вальдман. Программа «Тема дня». И сегодня вместе с моим коллегой Михаилом Гориным мы будем, извините за это слово, пытать нашего гостя из Москвы, директора Российского института инструментов политического анализа Александра Шпунт. Александр, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. А пытать мы будем его на самые злободневные темы, на мой взгляд, на сегодняшний день. Разумеется, это тема Украина, разумеется, это наша замечательная сторона. И посмотрим мы на это все вместе с точки зрения политтехнологий. Александр, прежде чем первый вопрос вам задать, я приведу одну вашу цитату. О себе вы как-то сказали. У меня очень простая профессия. Я избираю президентов или премьер-министров в разных странах. Моя специальность – выборы либо первого лица, как в России, Украине, Чехии или Прибалтике, либо партии, как побеждающего института, как принято в Израиле. А вот я, честно признаюсь, наивно полагал, что президентов и премьер-министров выбирают народ. Да, конечно же. Выбирает их действительно народ, Саша, вы правы. Но политики делают народу предложение. Каждый из политиков – это его профессия, это его обязанность сделать народу то предложение, которое народ, как считает политик, должен выбрать. Это очень распространенная ошибка путать народа власти, тот факт, что народ является единственным источником власти, и безупречность, безгрешность выбора народа. Народ сам по себе не формирует решения, он не формирует повестку дня своей страны, он не формирует спектр пути ее развития. Это делают политики и предлагают это народу. Вот политические инженеры, политические технологи – это те, кто помогают политикам достучаться до народа, помогают политикам найти такие формы обращения к народу, такие способы общения с народом, чтобы выбрали именно это, именно это предложение. Это нормальный конкурентный рынок, политический рынок, он такой же конкурентный, как любой другой. В этом смысле политтехнологии – это люди, которые занимаются, ну, если хотите, маркетингом внутри политического рынка. А какова доля тогда политтехнологии в тех вопросах, которые формируют политики? Здесь нельзя так говорить, какова доля. Надо говорить, скорее, какова роль политтехнологии. То есть, насколько политтехнологии, простите, я вас перебью, участвуют в политике, получается, а не просто в распространении этих вопросов, в программировании. Ну, прежде всего, давайте договоримся, что всегда есть жесткий фильтр. Жестким фильтром является избиратель. Жестким фильтром является тот самый, мы говорим о демократической системе. При всех ее изъянах, там, Израиль и Россия – это бесспорно демократические страны, хотя бы по принципу формирования власти. Дальше начинаются нюансы. Так вот, если мы говорим об этом, то политические инженеры, политические технологи, они способны создать красивую обертку. Они способны придумать красивый слоган. Они способны придумать красивую рекламную акцию. Но они не заменят собой содержание политики. Никогда. Вы не можете, ну, точнее, наверное, один раз вы можете продать пустую коробочку. Ну, второй раз, у вас ее не купят, это просто будет концом того пассажира. В политтехнологии клиенты называются пассажирами, такой же организм, которого вы ведете. В этом смысле, когда-то, очень давно, один очень крупный чиновник администрации президента, по правилам у нас тогда еще очень молодых, мы сидели… Президента России. Да, президента России. Мы сидели на даче президента в Волынском и писали послание президенту. И как-то вот в бытовых разговорах он говорил, ну, вот мы пишем послание, наше послание, наше послание. Он такой уже был тогда, наверное, вдвое старше каждого из нас. Он говорит, нет, ребята, это не ваше послание, это его послание. Мы говорим, ну, что ты говоришь, Семь, ну, ты же знаешь, он там буквы не напишет, он подпишет, и вы все. Он говорит, нет, ребята, вы не поняли. Если вы здесь сейчас облажаетесь, в крайнем случае вы останетесь без зарплаты. А ему позор на весь мир. Он подписывает эту бумагу, поэтому это его послание. А вы ему просто думаете. Вот политтехнологи и политинженеры это просто обслуживающий персонал. Кто-то им вводит машину, кто-то им стирает рубашку, кто-то им готовит борщ. А мы им думаем. Хорошо, понятно. Извините, прости, Саша. От теории, как говорится, к практике. В сегодняшних событиях на Украине, по вашему мнению, естественно. В Украине. Прошу прощения. Я родился на Украине, поэтому по привычке говорю на Украине. А вы знаете, порождение. Из Донецка. Да, я тоже из Донецка. Так вот, в сегодняшних событиях в Украине. Сколько там от политтехнологий, сколько там политики? Я могу сказать точно, что там от политтехнологий, от политической инженерии. Давайте все-таки политтехнологии такой немножечко замыленный. Я говорю просто привычным доступным термином пользуюсь. От политической технологии там, к сожалению, почти ничего нет. Я приведу вам хороший пример. Вам, как человеку, который родился в Донецке, это понятно. Еще в 2004 году, когда был первый Майдан, всем стало понятно, что это классическая задача политической инженерии. Есть Украина, протогосударство. Видимо, это сегодняшний Майдан уже. Нет, я имею в виду 2004 год. Есть протогосударство Украина, в котором есть два, ну некоторые говорят три, ну в общем два почти не смешиваемых этноса западенцы и восток. И при этом обычным инструментом разрешения таких конфликтов, то есть сепаратизма, разделить Украину нельзя, потому что каждая из частей из запада и восток претендует на всю Украину. Это вот абсолютно стандартная, типичная задача для политической инженерии. Значит, у запада должен был появиться проект «Наша Украина», и у востока должен был появиться проект «Наша Украина», и вот эти два проекта должны были пытаться накрыть друг друга, накрыть всю Украину. Десять лет украинская элита занималась не тем, что конструировала Украина. Она занималась там коррупцией, разборками, чем угодно. В результате, через десять лет политика Украины вернулась в ту же самую точку, в которой она была в 2004 году, только как обычно, она вернулась на следующем витке, гораздо более кровавым, гораздо более разрушительным, и оставляющим гораздо меньше шансов для нового государственного строительства. Вот цена того, что люди десять лет не занимались политическим инженерингом, люди за десять лет не занимались национальным строительством. Я сейчас не обсуждаю, какая из новых программ Украины, какая из дорожных карт для Украины победила бы, восточная или западная. Не было, вот факт, ни той, ни другой. Вот даже сегодня мы с вами говорим о событиях на Украине, а никто не скажет, какая, например, есть программа для Украины на 1 июня. Никто, я боюсь, не знает даже, какая она будет на завтра. Подождите, мы правы, коллеги, конечно, никто не может предсказать. Ну вот, например, какая программа у Украины у Яценюка на 1 июня, какая программа у Украины у Кернеса на 1 июня. Вот два, как бы, таких, ну я не беру там совершенно отмороженные края спектра, я беру, в принципе, договороспособные части спектра. Никто из них не имеет плана за другую сторону Днепра. Их планы ограничиваются этой стороной Днепра. Если бы это была Югославия, то решение было бы достаточно, или Чехословакия, решение было бы достаточно простым. Сепаратизм, разделение страны на две части, либо мягкое, как Чехословакия, либо кровавое, как Югославия, но решение. Сегодня мы присутствуем, когда нет такого решения. Александр, а вот я хочу вернуть вас все-таки в нашу страну. Можно ли, на ваш взгляд, как политик, не политтехнолога, исхожу из последней формулировки, специалиста по политическому инжинированию. Инжинирование, неважно, это не бренд, это можно назвать как удобно. Можно назвать триумфом политтехнологий последние результаты, как парламентских, так и муниципальных выборах в Израиле, где, на мой взгляд, победила Гапоновщина в чистом виде. Ну, Саша, вам вопрос предполагает ответ. Это такой же, как бы, не триумф в политической инженерии, как и на Украине, просто менее кровавыми последствиями. Я хочу сказать, что при этом Израиль, по определению, вообще-то страна, в которой блестящий, которую дает меру блестящий, и один из лучших примеров политического инжиниринга, это конструирование новой еврейской нации. Что общего было в 50-м году, в 52-м году? Простите, я вас перебиваю. Расшифруйте, пожалуйста, что такое новая еврейская нация. Я сейчас это и делаю. Что общего было в 52-м, 55-м году у нью-йоркского таксиста, приехавшего в Израиль, и марокканского крестьяна? Что общего было у марсельского рыбака и одесского рыбака? Ничего общего не было. С точки зрения, вот если бы ситуация шла естественным образом, если бы не было предпринято сознательных усилий для строительства нации, Израиль бы получил такую, плюс еще как бы фактически Сефарды и Ашкеназы, и внутри этого, и Хаббат, и что угодно, Израиль по всем законам политологии должен был бы получить чудовищные внутриполитические конфликты. Я знаю, что в Израиле принято жаловаться на противостояние общин, что марокканцы недолюбливают русских, и этих, верующих, верующих в кавычки, что религиозные противоречат светскими наоборот. Но поверьте, если бы не было вот этого очень удачного проекта строительства новой нации, Израиль бы получил в тысячу раз больше конфликтов и в тысячу раз более кровавых. Надо дать должное мудрости основателей государства, когда они эту ситуацию предусматривали с самого начала, и с самого начала занимались сознательно строительством нового, не просто государства, а новой нации. Раз уж мы уже пришли в наши Палестины, тогда такой вопрос. Существует достаточно распространенная точка зрения, когда обсуждаются израильско-палестинские перспективы разрешения этого конфликта и возможных налаживаний отношений, мирного процесса, называйте как хотите. Существует достаточно распространенная точка зрения, что ситуация, в общем-то, патовая. Что любая форма договоренности бессмысленна, беспреспективна и нереализуема. В соответствии с этим вопрос к вам. Опять-таки, с точки зрения, как хотите, политтехнологии, политической инженерии, как угодно. Вы согласны с такой точкой зрения или нет? И опять-таки, сколько здесь политики, сколько здесь политтехнологий в том, что возможно сделать? И вообще, есть ли у этой задачи инженерное решение? Первое. Национальное. Оба ответа – да. Первое. Это ситуация, то, что говорят математики. То есть, вы согласны с тем, что она патовая? Да. Как говорят математики, в простых числах эта задача не решается. С другой стороны, это совсем не катастрофа. Есть в мире конфликты. Я приведу в качестве примера Гибралтар. Или там практически приближающийся к этому японо-российский конфликт вокруг Курии. Которые не имеют разрешения в такой обозримом... Ну, там они ракетами не обмениваются. Нет. Я имею в виду, что они не имеют решения в такой законченной исторической перспективе. Невозможно себе представить, что, например, японцы откажутся от Южных Курил или Россия их отдаст. Крайне сложно себе представить, что Англия откажется от претензий на Гибралтар или Испания откажется. Но есть при этом инструменты сделать так, чтобы эти конфликты не превращались в обмен ракетами. Эти инструменты сложные. Они непростые. В каждом случае этот набор инструментов разный. Я был бы очень наивным человеком, если бы взял... Просто сейчас вот розчерком пера их все здесь нарисовал. Это тяжелая работа. Но начало этой работы очень простое. Признать, что у этого варианта не обязательно в голос, не обязательно на камеру, не обязательно на трибуне он. Признать, что у этого момента, у этого конфликта нет разрешения в простых числах. Начать разрешать конкретные узлы, конкретные точки. Вода, деньги, налоги, образование, служба в армии, дороги, транспорт, терроризм и коррупция, борьба с уголовной преступностью, наркотрафик, угон автомобилей. Вот я сейчас потенциально перечисляю это все очень мелкодробно. Естественно, вся эта мелкая дробность должна так или иначе быть упакована в какой-то политический ход. В этом смысле я могу просто проиллюстрировать, что я имею в виду. Да, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста, кто является, например, сегодня ставкой Израиля в Сирии? Вот сейчас реальная ситуация. Я специально брал внешний политический конфликт, как наиболее простой. Есть несколько версий, Саша. Ну, давайте очень простой. Есть простая модель. То есть, при ком Израилю будет лучше? Вот это ошибка. Уже постановка задачи. Вот есть объективная ситуация. Она заключается в том, что как бы не закончилась сирийская кампания, как бы не закончилось сирийское противостояние, напротив Кацрина, на расстоянии выстрела из пистолета, будет стоять либо террористическая армия Аль-Каиды, либо террористическая армия Хизбаллы. Нет никакого другого варианта, кто бы там стоял, если не эти две силы. Ну, просто инопланетарь. Ну, есть существующий сегодня режим. В этом смысле это Хизбалла, как вы понимаете. Ну, поскольку Хизбалла воюет на стороне Асада, то можно сказать, что это Хизбалла. Хорошо, я сформулирую так. Та сила, которая стояла там последние 30 лет. Да. Но в том варианте она уже стоять не будет, потому что надо хорошо понимать. Ну, опять же, вот это как раз... Не сердитесь с этим, но это типологичная ошибка. Есть первое, что надо сделать, честно описать ситуацию. Вот честно описанная ситуация выглядит так. Сегодня Хизбалла фактически является гвардией противостояние Аль-Каиде со стороны режима Асада. Соответственно, Асад, если побеждает, он вынужден будет расплачиваться с Хизбаллой, расплачиваться прежде всего влиянием и прежде всего возможностью размещения инфраструктуры на своей территории. Если побеждает Аль-Каида, то Израиль на границах приобретает врага, с которым вообще никогда не сталкивался. Я напоминаю, что с Аль-Каидой Израиль никогда не воевал, не было точек соприкосновения конфликтных. Вот есть реальность. В этой реальности Израиль занимает несколько... То есть, израильский эстеблишмент декларирует несколько позиций. Самое распространенное, хоть бы они там перестреляли друг друга. Да не перестреляют. Не перестреляют, не молитесь. Не будет такого. А кто является ставкой Израиля в сирийском конфликте? Дальше второй вариант. Ну, как бы второй по частоте упоминаний. Идет серьезный, глубокий анализ, кто является меньшим злом. И этого... Многие говорят, что, например, все-таки меньшим злом являются там умеренные исламисты, которые могут еще и не перерасти в Аль-Каиду, там и так далее, так далее. Вот как бы они меньше злом. Но американцы ведь поступают не так. Немцы поступают не так. Русские поступают не так. Русские конструируют за границей. И американцы конструируют там силу, которая для них наиболее комфортна. Вот вся региональная политика Израиля сегодня, это политика сугубо реактивная. Вот электрический разряд, сокращение мышц. Электрический разряд, сокращение мышц. Нет попытки построить некоторую конструкцию, которая бы потребовалась через месяц, через два месяца, через полгода. А строить ее надо уже сегодня. Я могу привести пример, вот мы с Сашей по дороге сюда обсуждали, такого политического инжиниринга. Это то, что сейчас Эрдоган делает с курдской проблемой. То, как он сейчас, ведь впервые за 20 лет, в Турции курды выводят боевые части из Турции. Это со времен Кемали Ататюрка такого не было. Чтобы курды отказались от вооруженной борьбы, не просто там подписали бумажку, а чтобы колоннами с оружием выходили за пределы Турции. Что сделал Эрдоган? Он понял, что каждый шестой его избиратель, ну некоторые говорят каждый пятый, это курд. И он понял, что курды никогда не откажутся от идеи курдского государства, потому что это вшито у них как бы в этническую подкорку, это как бы нациообразующая идея. И он решил сделать для них курдское государство с флагом, гербом, гимном, курдским правительством, курдскими песнями, счастливыми детьми в национальной курдской одежде. Но сделать это за пределами Турции. И он сейчас очень много денег, кладет по разным оценкам порядка 8 миллиардов долларов в год в так называемое правительство Иракского Курдистана. Сегодня на фоне общего развала Ирака, это просто благодатная область. Нет терактов, строятся дороги, водопровод. Если в Багдаде до сих пор канализация не работает во всех районах, то это просто выглядит на фоне разрушенного Ирака цветущим садом. Зачем это надо Ирдогану? Почему он вкладывает туда такие большие деньги? Потому что он понимает, что будет обычный турецкий обыватель курдской национальности, который будет вытирать слезу, когда увидит поющих курдских детей, который будет посылать им деньги в конвертики, который будет приглашать этих детей себе на каникулы, но не будет пытаться на его территории, на турецкой, строить свой курдистан. У него уже есть курдистан. То есть это то, что делают американские и европейские евреи, посылая сюда нам привет? Во многом. Но я просто показываю это как подход. Человек увидел проблему, не стал искать минимального зла, стал выстраивать конструкцию, которая бы для него решила проблему. Это подход политтехнологический, это подход политической инженерии. Так ведут себя американцы, так ведет себя Россия, так ведет себя Китай в Африке сейчас, в Дарфуре. Вот в чем разница между реактивной политикой, которая реактирует на внешние вызовы, и проективной политикой, которая проектирует решения, которые потребуются через полгода, через год. Спасибо. Саш, еще один вопрос, который мне бы хотелось очень задать. Вообще, глядя на события последних революций на Ближнем Востоке, развал Югославии, то, что происходит до сих пор в Украине, и одновременно то, что происходило в Москве на Болотной, и у нас в Израиле во время летних 2011 года акциях социального протеста, было ощущение, что это все делается по одному сценарию. Только там кому-то удалось провести это все до конца, а вот в Израиле и в Москве не удалось. Или я ошибаюсь? Нет, здесь как раз все верно, это действительно один сценарий, но не надо думать, что за этим стоит мировая закулиса. Все гораздо проще. Вот вы сейчас выйдете из этой студии и увидите на улице 15 автомобилей 15 разных марок. У всех есть колеса, фары, двигатели, кузов. И все они кем-то куплены, потому что есть потребность перемещаться на автомобиль. Соответственно, есть спрос. То есть у каждого из этих эпизодов, о которых мы говорим, был заказчик. Не обязательно один и тот же. Есть технологии разрешения этого спроса. То есть технологии производства таких революций. Очень известен Джин Шарп, как автор. Джин Шарп, я даже не знаю, с кем сравнить. Но такая кабала для чайников. То есть это правильно, но это очень примитивно. Это самый-самый верхний слой этой технологии. Он прав, он действительно все пишет верно. Но это предельно упрощенное описание модели. Поэтому все автомобили очень похожи между собой. Потому что одинаковая задача, ради которой их покупают. И одинаковые технологические решения, которые положены в их основу. И создается ощущение, что они все произведены на одном заводе. Ну, конечно, это не так. Это не просто один завод, это конкурирующий между собой завод. Здесь то же самое. В политтехнологии ровно то же самое. При всей внешней похожести это делали разные команды. Это делали разные люди под разный заказ, с разными целями. Но поскольку спрос был один, единый, и задачи были похожи, и инструментарии похожи, то создается ощущение, что это одно и то же. Что это какая-то вот такая мировая закулиса, которая этим всем управляет. Это не так. Коллеги, я еще хотел бы заметить, что я вроде бы говорю о очень теоретических вещах. Но это вовсе не теория. Но это совершенно практические. Я участвовал в разработке проекта, я был одним из многих, кто участвовал для Эрдогана в разработке этого турецкого проекта. Я занимался тем, что я, ну, я и мои люди занимались тем, у нас была небольшая часть в этой работе, что мы занимались проектированием реакции Москвы на такие его шаги. Высчитывали, как поведет себя в этом поведении, в этом. Это не просто вот начертить чертеж, это надо создать карту вероятности и создать карту реакции. Я не случайно говорю, что политические технологии – это инженерный бизнес, это не наука. Инженерный бизнес – это допуски и посадки, это люфты. Вот эти люфты мы все и описывали. И кроме нас работали и американцы, и немцы, кого только не было. Турки, естественно, работали, в первую очередь, конечно же. Это их проект. Я просто хочу сказать, что если бы мы собрали только ту часть документации, которую я по этому проекту видел, то вот эта студия можно было бы по щиколотку закрыть бумагой исписанной бумагой по поводу того, что такое разработка одного такого проекта. Но это пока что только количественный показатель вы приводите. Да, естественно, любые такие проекты, они имеют шансы не реализовываться, конечно. Нет, просто время покажет качественную сторону. Более того, нельзя требовать, чтобы все эти проекты реализовывались. Это как вы проектируете, например, создание конкурентоспособного истребителя. Вы тратите огромные усилия, делаете летные испытания, проводите какие-то тесты, еще что-то. А потом выставляете на тендер, вдруг оказывается, что другой истребитель летает лучше. Вся ваша работа уходит впустую. Это тоже надо понимать. Ну, порой не впустую, какие-то наработки потом все равно работают. Конечно. Ну, я просто к тому, что это не точная дисциплина. Это именно инженерная дисциплина. И в этом смысле, вот я не случайно говорю, что эта дисциплина, она находится, это не наука, это не политология. Это именно конструктивный, конструирующий бизнес. Ну, я просто подчеркиваю, я не случайно про эти бумаги сказал. Надо понимать, что это не рождается вот просто на кончике пера гениальной идеи. Это тяжелая работа много сотен, ну, не тысячных все-таки, но много сотен людей над каждым из таких проектов работает. Спасибо, Александр. Ну, возможно, даже повторение, если так будет продолжаться, возможно, ну, если не повторение второго холокоста, то значительных агрессивных акций против евреев в этих странах. Им возражают более, как бы, то ли мудрые, то ли более прохладно настроенные, как в отношении эксперты, приводя, в общем-то, один аргумент только. После холокоста и после Второго мировой войны настолько сильно изменился мир, что этого просто не может быть. Возвращаясь к Украине, 10 дней назад еще никто не мог предположить, что будет под 100 трупов на Майдане. В чью пользу говорит эта ситуация? В пользу каких доводов? Ну, первое, есть ли у евреев те, кто их ненавидит просто за то, что они евреи? Я думаю, что не надо доказывать, что есть таких много. Есть ли у этих людей ресурсы? Есть. Есть ли у этих людей квалифицированные кадры, выученные в хороших, дорогих бизнес-школах, обладающие хорошими знаниями того, как устроено современное медийное пространство, современное политическое пространство? Да, есть. Является ли это фатальным для евреев? Является ли это как бы гарантированным путем к будущему, ну, если не Холокосту, как вы правильно сказали, ну, по крайней мере, к будущим таким жестким гонением? Нет, не является, если евреи будут защищаться. Если сейчас, вот как мы с вами говорили, надо иногда признавать, что договоренности о всеобъемлющем мире на Ближнем Востоке не могут быть достигнуты в обозримом политическом будущем, и надо заниматься не мифическим проектом мира с арабами, а конкретными элементами, которые бы обеспечили более безопасную и более комфортную жизнь как арабам, так и евреям, также и здесь надо четко понимать, что мир, и признать, мир не обязан любить евреев. Мир не обязан даже к ним хорошо относиться. И если в этом мире, в принципе, миру все равно, что будет с евреем. И если в этом мире есть сила, которая, используя слабости, дряхлость, вялость западной цивилизации, навязывает ей антисемитизм как модель поведения, значит, нужны такие же хитрые, тонкие, грамотные и также использующие слабости западного медиапространства инструменты, которые бы это компенсировали. Спасибо. Спасибо огромное, Сэш, за этот рассказ. Друзья, спасибо, что были с нами. Хочу лишь напомнить ту фразу, которую сказал наш гость. Нас не обязаны любить во всем мире. Помните об этом. До свидания.